Сотрудники полиции, когда будем уже работать и отвечать на телефоны граждан, перезвоните, пожалуйста, 921-66-1. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, значит, у меня было обращение 19 февраля в полицию, Октябрьский район. А по 102 я не могу позвонить? А что вы хотите? Если результаты только в отделе можете узнать. Если повторно, то через 02. Ну я от 02 звоню. Ну говорите, что вы хотите? Результаты узнали? Вы только в отделе можете узнать. Мной был вызван наряд полиции, до сих пор он никак со мной не связался. Ни участковый, ни кто. Я говорю, если результат вы можете узнать только в отделе. Какой результат? Я говорю, со мной никто не связался. Какой результат? Результат вашей заявки номер 40-56-10. Заявка. Повторно я зарегистрирую. Так а что мне толку регистрируйте и не регистрируйте? Мне нужно, чтобы сотрудники полиции отреагировали на мой вызов. Спустя хотя бы неделю. Я вам говорю, повторно могу зарегистрировать вашу заявку. Ваша фамилия, имя, отчество. Так а что толку повторно регистрировать, если никак не реагируют? Почему я к вам звоню, мне переключают на какой-то автоответчик и тому подобное? Что происходит? По поводу ранее вашей заявки, говорю, звоните в отдел 40-76-10. Да я звоню по телефону горячей линии 102. Пожалуйста, вы тут информацию всю мне предоставьте. По телефону горячей линии вы можете только оставить свою заявку. Я оставил заявку. Никто ко мне до сих пор не пришел. Я результатов вашей заявки не знаю. Да, примите заявление о совершении преступления со стороны сотрудников полиции, которые бездействуют на основании моего обращения. Мамаев Владимир Владимирович. Номер телефона контактный? 921-661. Когда обращались? 19 февраля? 19 февраля, да. По поводу? По поводу мошенничества и по поводу самоуправства сотрудниками Сбербанка. Ленинградская, 24. И до сих пор сам никто не взял. И до сих пор никто мне не взял даже элементарные объяснения. Уже не говоря о том, чтобы предотвратить право нарушения. Вы чего добиваете? Чтобы я пришел там, начал буянить или что? Я вам говорю, я вашу заявку передам в отдел. По результату уже звоните в отдел. 40-7610. Вы поймите меня, что сотрудники полиции должны предотвращать право нарушения. Они даже не являются по вызову. Я с вами согласна, но свою работу я сделала. Я свою заявку, вашу заявку передала в отдел. Послушайте мне, вот если бы вас вызвали бы сотрудники Сбербанка, вы бы приехали, я уверен, 200% вы бы приехали. Так мне что, специально им там что, стекла бить, рожи бить, что мне делать? Лично я бы не приехала. Я вашу заявку уже передам в отдел. Будем разбираться. До свидания. Так, что значит до свидания? Хамка. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все операторы... Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Голосовой почтовый ящик. Возьмите трубочку сотрудники полиции и перезвоните 921-661. Вы позвонили в полицию. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все операторы... Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Сотрудники полиции, перезвоните по телефону 921-661. Служба 112, что у вас случилось? Здравствуйте. Мне надо подать жалобу на дежурного по телефону 102. Так это в прямую в полицию относите жалобу. Я через вас подаю жалобу. Еще раз. Нет, мы не принимаем никакие жалобы. Вызов экстренных служб. Все. Всегда принимали заявление о преступлении, заявление о правонарушении. А сейчас что, не принимаем что ли? Или что, что случилось? Подождите, как я у вас в онлайне приму заявление? Мы не принимаем... Естественно, не на бумаге. Это устное мое обращение. Зафиксируйте и передайте это в отдел полиции. Как обычно это все делается. Я не знаю, как обычно. Мы служба экстренных вызовов. Ну, 112, правильно. Мы вызываем пожарную, скорую, полицию. Если вы поймали на каком-то нарушении сотрудника полиции, пишите заявление непосредственно в полицию. Да я знаю, что мне делать. Вы просто примите от меня заявление, чтобы зафиксировалось. Звонок пишется. У вас пишется. У меня пишется. Зафиксируйте мое обращение. Я сейчас коротко суть изложу. Так и что вы хотите? Я кому должна... Мы не передаем никакие заявления и не принимаем. Ну, с каких это пор вы не передаете? Всегда передавали. Всегда я когда не мог дозвониться по телефону 102, я оставлял заявки по телефону 112 и связывались... Я вас могу соединить со 102. Ну, соедините, но я сомневаюсь, что они соединятся. Именно с этим у меня жалоба и связана. О том, что у них есть указание не брать телефонную трубку, не приезжать на вызовы. Есть у меня свидетели. Оставайтесь на линии. О, заебись. О, заебись. Вы позвоните в службу 112. Разговор записывается. Здравствуйте. Только что разговаривал с вашим коллегой. Переключила меня на вызов по телефону в полицию. В итоге я долго слушал музыку и телефон отключился. Я хочу, чтобы от меня было принято все-таки заявление. Жалобы на сотрудников полиции. Оператора по телефону 102. Мы такие не принимаем жалобы на полицию. Какие вы принимаете? Какие вы принимаете? Беру помощь. Мне нужна помощь. Я звоню в полицию, чтобы сделать заявление. Я не могу дозвониться. Это разве не помощь? Помощь какая вам требуется, Владимир Батянович? Какая помощь? Мне нужны сотрудники полиции. Здесь и сейчас. С какой целью? Ну, я вам могу пояснить, с какой целью. 19-го числа, 19-го февраля я сделал заявление в полицию о совершении в отношении меня и моего доверителя о мошеннических действиях и самоуправства. На сегодняшний момент никто никаких действий не подпринял, даже не связался со мной. Более того, на протяжении длительного времени все мои Вы задали вопрос. На протяжении длительного времени все мои вызовы никак не реагируются. Более того, у меня есть информация, у меня есть свидетели. Сотрудники полиции проболтались, прямо сказали, что у них прямое указание не приезжать на мои вызовы. Какие либо. Вот убивать будут, послушайте меня, убивать будут, они не будут приезжать. Я не могу до них не дозвониться. Они заявления мои не принимают и так далее Мне нужна экстренная помощь Мне нужен сотрудник полиции Который придет и примет у меня заявление В том числе заявление о совершении преступления Заявление не принимаю Жалею, можно самому подойти в отдел и написать Вы меня не услышали? Вы занимаете, понимаете Они, конкретно эти сотрудники полиции Занимаются провокацией Они хотят спровоцировать человека На неадекватные действия То есть Тем, что я пишу данный разговор на аудиозапись Данный разговор записывается Он будет опубликован А таким образом Каким образом у нас работают сотрудники полиции Вы понимаете Я сейчас конкретно показываю Что сотрудники полиции Игнорируют обращение граждан Значит я могу сейчас только вам Экстренную помощь То есть полицию срочно Какую экстренную помощь Я могу срочно как не требуется Ну хорошо Если у нас сотрудники ППС будут принимать заявление о совершении преступления Пускай это будет так Пускай приезжают Они не принимают Поэтому я могу только ППС вызвать Патруль на постовую службу Я вам открою секрет Я вам открою секрет Любой сотрудник полиции Обязан принять заявление о совершении Какого-либо правонарушения Либо преступления Давайте мы не будем занимать эфир Вы сейчас что хотите Я сейчас хочу Чтобы по моему обращению Я вас не примет Послушайте Что такое Давайте в параллель Нет неправильно У вас все правильно написано Но я по другому адресу Сейчас зарегистрирован И нахожусь по другому адресу И сотрудников полиции Соответственно по этому адресу Будут дожидаться Ну я не могу С какой целью мне их вызывать С целью подачи мной Соответствующего заявления О совершении преступления Не принимают Еще раз вас спрашиваю Не принимают У вас сейчас угроза жизни есть Вот на данный момент А вам нужно Чтобы конкретно угроза жизни была Да Я правильно вас понял Вот сейчас есть что-то Какая-то угроза жизни Еще что-то Что я сейчас Сказал Нарушаются Вы что Ограничите На эти правонарушения Приезжаем Мы не приезжаем Понимаете Мы экстренно Мы вызываем экстренно вызов Экстренно Мне надо экстренно Я не могу Дозвать Послушайте меня Послушайте меня В чем заключается экстренность В том что Я не могу На протяжении Длительного времени Это не день Не час Это неделями Это Я говорю Есть прямое указание Не реагировать На мои обращения Это называется Злоупотребление Своими полномочиями То есть Я не могу Дозвониться до полиции Еще раз вопрос задаю Служба экстренная Требуется вам Я не хочу Довести до ситуации Когда мне потребуется Экстренная служба И я буду Что такое Бросаем трубку Да Молодец Разговор записывается Здравствуйте Еще раз Третий раз Вам звоню Разговор пишется Значит еще раз Почему вы бросаете трубку Почему я не могу Дозвониться Ни до какой Я понимаю Я буду попадать Каждый раз На нового оператора Значит Я Мне не сложно Я повторю Всю тираду Которую до этого Высказал Мне нужно Чтобы сотрудники полиции Отреагировали На мое обращение На данный момент Что у вас случилось У меня случилось Уже не первый день Я обращаюсь К сотрудникам полиции С разного рода заявлениями Но в ответ Никаких действий нету То есть Не принимаются заявления Ничего не происходит Не приезжают на вызовы Одно из последних Моих обращений Это было мое обращение 19 февраля Я вызывал наряд Наряд полиции По факту мошенничества Так и везде То же самое То же самое везде Понимаете Мне для того Чтобы куда-то идти Мне нужно зафиксировать Да вот я сейчас С вами разговариваю Я это фиксирую И соответственно Вот этот беспредел Который творится Я сейчас выложу В социальные сети Потому что Так не должно быть Я звоню по телефону Горячей линии Экстренной линии 102 И меня почему-то Все время включается Голосовой ящик Оставьте туда Надиктуйте Так сказать Ваши пожелания То что полчаса Сижу и слушаю Эту мелодию Что звонок Очень важен для нас А? Вы оставляли? Ну я оставлял Но я что сам собой Буду разговаривать Я в никуда Понимаете? В никуда Даже когда я дозванивался Даже когда я документы Заявления приносил Ничего не происходит Они уже до такой степени Обленились Они даже не пишут Формальные отписки Просто забили болт Владимир Владимирович Да я Владимир Владимирович Все правильно Я вижу Ваши обращения Передали на 02 На полицию Когда Когда приняли Обращения? В 1458 Сегодня? Да Просто мне Под запись Говорили что Мы не принимаем Такие обращения Сейчас вы мне говорите Что они что-то там приняли Ну вот я вижу Да Уведомления Передали на полицию А можете Суть моего обращения Суть моего обращения Какая была? В полицию Обращались неоднократно Сейчас Дозвониться До полиции Не можете И все У меня еще есть Тогда Примите еще одно обращение Суть его заключается В следующем Что Сотрудники полиции По отношению Меня лично Еще там одного человека Это отдельно Я дам пояснение Совершают Злоупотребление Своими должностными Полномочиями То есть Я делаю заявление О совершении преступления Потому что Они умышленно Игнорируют Все мои обращения Понимаете? Умышленно Вам какие-то письменные Дают ответы? Ничего не дают Послушайте меня Ничего не дают Вы посмотрите в экстренную службу Я наверняка могу отправить На экстренную службу Мне нужен любой человек Который я буду разговаривать С сотрудником полиции Под видеозапись Под аудиозапись Вы пробовали вообще В дежурную часть Обратиться Пройти туда Я же вам еще раз объясняю У меня куча заявлений В том числе Под видеозапись Зафиксированы Никаких ответов нет Я пишу в прокуратуру Об этом Есть соответствующие Это у меня доказательства Прокуратура молчит Понимаете? Я пишу заявление О том Вы везде обращаетесь Вам все везде молчат Ну вот вы не верите? А я говорю Что может такое быть? Все хорошо Ваше обращение передали Ожидайте Либо с вами Свяжутся полиции Какое заявление Вы передали О совершении преступления Правильно я вас понял По 285-286 статье Уголовного кодекса Я заявляю о преступлении Смотрите Давайте еще раз Спокойно Я вам повторю На протяжении Длительного времени Длительного времени Сотрудники полиции Никак не реагируют На мои обращения В том числе Письменные Устные Подведя запись И тому подобное Более того Мои обращения Связанные С бездействием Были обжалованы В прокуратуру Прокуратура Точно так же Молчит Все молчат Я не знаю Чем вы занимаетесь Передали На 0-2 На полицию Я написал Конкретное заявление В прокуратуру О привлечении Начальника Отдела полиции Номер 1 К административной Ответственности Вызов на контроле Наряд отправлен Все спасибо Спасибо До свидания Вы позвонили В полицию К сожалению Все операторы Вызываемый абонент Недоступен Ваш звонок Был переадресован На голосовой Почтовый ящик Можете оставить Сообщение После сигнала Вы позвоните В службу 112 Разговор записывается 112 город Мурман Спрошу вас Здравствуйте Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Мамаев Владимир Владимирович Уже три раза Делал заявочку До сих пор Никто из сотрудников Полиции Не приехал Это вам только На 102 Ну по 102 Я не могу Дозвониться То есть включается То есть очень долго Идет Звонок Очень важен Для вас В итоге Потом Голосовой Ящик Типа говорите После звонка Ну после гудка А потом И потом отключается Ну все Да Я это все Соответственно записываю Все это записываю Я не знаю Для кого Эта информация Будет полезна Потому что прокуратура Ведет себя Аналогичным образом Они просто Не отвечают То есть я через Личный Интернет приемный Все официально Пишу Обращение На некоторые Просто не отвечают Просто не отвечают То есть вообще Вообще То есть смотрите Я вам просто объясню Но мы тоже Никак не повлиять Не можем Вот вы просто Послушайте Сам маразм Я пишу В прокуратуру Заявление О привлечении К административной Ответственности За то Что в 30 дневный срок Полиция не ответила И прокуратура Совершает Точно такое же Право нарушения Не отвечает На мое Вот это заявление О совершении Право нарушения Чтобы начальника Отдела полиции Привлекли к ответственности Там не помню Какая статья Есть статья За то что Вот они не отвечают Вовремя Ну я же говорю Мы уже здесь Ничего делать не сможем Да куда мне писать Мы ваш вызов передали Вот скажите Просто сказать Куда писать Если сама прокуратура Занимается Вот этим беспределом Если просто Все забили Понимаете Это беспредел Творится Вы что-то ящую инстанцию Идите В суд подавайте Так а в суд То же самое Себя ведет Понимаете То же самое Себя ведет У нас не страна Ну быть такого не может Не может такого быть Ну как не может Не может быть у кого-то Не может Я вам говорю конкретно Про себя Потому что в отношении Меня есть распоряжение Ну хорошо Экстренная служба Сейчас вам нужна Мы просто занимаем линию Нет Меня не убивают Слава богу Ну все Все хорошо Просто есть определенные Временные рамки Когда должен приехать Наряд полиции По вызову Я когда вызывал Никто ко мне не приезжал Ну пробуйте Пробуйте подозваниваться На 102 Может быть Дозвонитесь Ну даже если я дозвонюсь Она сбрасывает Мы передали У нас тут какой спрос Ну на всякий случай Продублируйте Да вот сейчас Вот то что Вот мой звонок Произошел Продублируйте Что я повторно звонил Что никто не приехал Что в связи с этим Может быть к вам участковый придет Ну я свой номер телефона Оставил в голосовой ящик Никто не перезванивает Уже скоро вечер будет Ну я говорю Может быть они на участковый Передали Я говорю вам все равно Эту информацию Только там Полиции скажут У нас нет информации Мы передали и все Ну понятно Вы просто в любом случае Зафиксируйте Очередной мой звонок Очередной Это потому что Я это все сейчас Я ответила Что вы повторно звонили Все это подобью Сейчас я это все выложу Потому что писать в прокуратуру В полицию Это бесполезно Я просто людям покажу Вообще какой бардак у нас в стране Просто забивают Все хорошо Я привязываю ваше обращение Все спасибо большое До свидания До свидания